Друзья, всем привет! Сейчас сделаю небольшой обзорчик на рыболовную сумочку от компании Раппало. Вот на ту, что стоит сзади меня. Друзья мои, хочу поделиться своей новинкой. Сумкой для приманок и не только в принципе. Сумка от компании Раппало. Очень она мне приглянулась на выставки. И появился у меня на самом деле еще человечек в определенной компании, где я могу в Раппале с хорошим кискидосом затариться. И взял я. Помимо сумки там много чего еще другое взял. Линейку наверняка у меня. Вы видели такую цветастую там инструменты. Сейчас покажу. Ну короче вот. Но сумка. На самом деле интересная очень сумка. Сейчас я вам ее поближе покажу. Очень понравилось, очень удобно. Значит начнем пока не открывая. Так, что из плюсов. Плюсы это то, что можно поставить вот так палки. Спиннинги стоят в водке. Не хуже стаканов держатся. Вот таким образом. Пару спиннингов сюда можно ставить. Это мне очень понравилось. Все сделано прочно, все сделано качественно. Вот такие небольшие тоже карманы присутствуют. Раз, два. Ну здесь у меня вот линейка. Вот линейка, про которую я вам говорил. Цветастая, так как голосастая. Очень красивая. Ну вам, наверное, может она и не очень нужна. А мне как бы вот для блогов она очень как бы пригодится. Дальше. Очень удобно. Это сверху, допустим, вот куртку сняли, сюда положили, да. Тоже, ну как бы мелочь, но приятно. Дальше. Значит, жесткий верх. Жесткий прям верх. Вот. И такой же жесткий низ. То есть сумка не просто как бы, скажем, из какого-то такого материала мягкого, а жесткий низ, жесткий верх. Это очень удобно. В плане, допустим, ну, то есть дождь идет, да. Поставили в какую-то, допустим, там, ну, влажное у вас днище у лодки, там, да, сырое. Вы поставили, и это ничего, значит, как бы это, ну, сумка не случается. То есть она не промокает, скажем так. Так, вот такой карман. Здесь разные, разные всякие, значит, можно, ну, что-то положить, приблуды всякие. То есть вот так. Вот. Он закрывается на молнии. Есть вот такой карман. С одной стороны, он очень удобен, когда мы просто, как бы, ну, ну, скажем, ловим рыбу. У меня здесь вот просто так вот, значит, сейчас вам покажу, открою дальше. Пассатижики от Рапова. Они, кстати, вот с отталкивающим механизмом. То есть я так понимаю, что, наверное, это магниты обратные. Вот. То есть не надо самостоятельно разжимать, они сами разжимаются. Вот. И с перекусом, значит, я так понимаю, что это по металлу перекус. Это не по леске. Вот. Раз воткнули. Дальше я сюда пристегнул. Вот такие пассатижи. Тоже мне очень понравились. Значит, когда они закрываются, их магнит вот так раз закрывает. Они вот закрыты. Если замочек мы открываем, то они, как вот те, сами автоматом открываются. Сами автоматом. Замочек закрываем, они закрываются. И перекус. Перекус для лески. Обжим, обжим, значит, для трубок. Идут вот с такой вот штучкой. Все, значит, и чехольчиков их есть. Вот сюда воткнули, сейчас покажу, там кармашек есть. Ну, ножик стандартный, дешманский, раполовский. Вот такой. Так, волна меня качает немного. Кармашек открывается. И здесь мы, значит, наблюдаем, вот ножик здесь у меня живет. Вот. И здесь мы наблюдаем вот такие вот резиночки как раз под инструменты. Я использую именно под инструменты. Единственный минус этого кармашка, большущий плюс, что, в принципе, я даже не пользуюсь этими молниями. Он вот так вот у меня закрыт. А, еще такая точилка для этих, я тоже, как бы, мелочевку такую приобрел для крючков. У меня точилка, в принципе, много, но все поясу, чтобы она была вместе с ними. Единственное, во время дождя сюда попадает дождь. То есть она не закрывается. Вот. Здесь выход есть для, наверное, для плеера какого-то, там, не знаю, еще там, вот, какие-то, короче, для проводов. Вот. Все. Значит, с этой стороны, с этой стороны есть карман. Так вот так вот. Есть тоже карман. Здесь у меня безмен лежит. Тоже взял отрапы, он не, не отсвечивает. Показывает, значит, градусы, 24 градуса, значит, и как вот солнце, как бы не бликовало, всегда видно, с любых сторон. На камеру это не передастся, но, короче, это не бликует. Можно на данном безмене до 8 сохранить, значит, ну, своих рекордов, там, еще чего-то, не знаю. То есть я просто попробовал, не знаю, как удалить. Работает от батареек, вот. И тут разные всякие настройки, какие-то блокираторы, я этим не пользуюсь. Безмен очень удобный, мне понравился. Стоит, ну, не сумасшедших денег. Качественная вещь. Так, теперь открываем саму сумку. Открываем саму сумку. Здесь у нас, значит, вот в верхней крышке, ну, я не знаю, еще для документов, допустим, на лодку можно положить сюда ключи там от лодки, то есть это все на молнии закрывается. Так, здесь, смотрите, читаем, раз, такая коробка, под бандосы. Два, три, так, чтобы не уехала сейчас, три, так как не считаем, три, и четыре большие коробки двухсторонние, сейчас покажу, вот такие, да, то есть сюда влажают троны, агрессоры там всякие, халкообразные назовем, или, допустим, по два бандоса помещаются, где-то они тут лежат. Ну, короче, в эти коробки помещается или в каждую ячейку по два бандоса, или, значит, любые халки, вплоть до 150-х. Четыре коробки большие, и три маленькие. Это просто колоссальное, значит, количество воблеров, которые вы с собой можете возить. В принципе, все. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok